итак дорогие друзья перед вами minolta f9000 самая топовая камера из линейки и 0 до того периода спускалась она в конце 80-х годов самая младшенькая пятитысячная средняя 7000 и старшенькая 9000 начну с описания того что есть на камере спереди у нас имеется прыгалка для просмотра глубины резкости здесь все довольно просто это замок байонета для смены объективов объективы подходят это байонет альфа то есть все объективы которые minolta выпускала иконика minolta и sony выпускает вы можете поставить и на эту камеру рычажок переключения работы автофокуса и ручной наводки на резкость сразу и честно скажу что автофокус здесь полное говно вот имеется только центральный датчик 1 автофокусная камера не без грешка в общем днем с огнем еще нормальным вечером я в общем я работаю с ней это нет скажем проще это самая мануальная автофокусная камера все других вариантов не дано здесь у нас подключение к студийному свету не знаю какому я не студийщик ребят честно оригинальное управление по моему выдержкой были другими параметры ну по моему точно выдержкой сверху нет лучше давайте сзади сзади у нас окно для просмотра пленки диатринная поправка это для закрывать шторку в видоискателе для того чтобы заниматься съемкой на длинной выдержке авто блокировка экспозиции я сейчас объясню зачем она нужна внизу у нас есть стандартный плейк здесь отсек для батарейчик батарейки как видите две стандартные а пальчикового типа и вот эти контакты нужны для того чтобы вы смогли подсоединить к своими 0 и 2000 блок батарейный блок который может разогнать камеру до неимоверных пяти кадров в секунду скорость съемки фантастическая особенно учитывая то что если вы заметили то что мне больше всего нравится у этой камеры это курковый взвод да именно он перейдем на верхнюю панельку верхней панельки self-timer кто бы мог подумать современно ультра круто самое интересное наверное находится здесь это режим управления экспонометром да да ребята вы не поверите это экспонометр он может замеряться экспозит он может замерять экспозицию средний завершенный точечный по цветам и по теням немножко сложновато пользоваться вот этими вот режимами хай и с посвятят по цветам и по теням потому что для того чтобы вы смогли замерить экспозицию вам нужно выбрать этот режим нажать нажать авто экспозицию лог и только тогда произвести съемку в общем проще говоря в режиме хай то есть свет он всего лишь добавляет две с половиной стопом в режиме с шеду он просто убирает два с половиной стопа но тем не менее такие фишечки которые приятны честно разницу между среднеизвешенным и спотом я не заметил по очень простой причине потому что камера отсутствует у камеры есть только один центральный датчик все в принципе больше ничего не нет поэтому забудьте о том что у вас там какие-то зоны по бокам там по краям в общем это очень простая камера и на самом деле в принципе она тему подкупает поправка экспозиции плюс минус выставление iso вручную самое главное спуск вот он такой футуристичный классный прикольный если вы обратили внимание на колесико это еще одна фишка которая мне очень нравится особенность камеры у них у всех в принципе с возрастом надо должны течет вот этот жк экранчик в принципе ничего страшного нет потому что полностью он я еще не видел ни одной камеры для в принципе в интернете пишут что они не затекают полностью то есть можно не обращать особо на это внимание но с физической точки зрения конечно это минус на нем на колесе есть четыре режима программный об с но это понятно этот режим супер в простонародье от скорости режим ручной и режим диафрагмы ну и также есть конечно же режим профессионала или программный режим чуть чуть подробнее остановлюсь на режиме программ или профессионал если вот вам он предложил такой экспопару как 10 17 то вуаля мы можем мне не нравится я хочу прикрыть диафрагму то я могу вот одним колесиком двигать свои значения и оставаться в пределах таскать на своей экспозиции что очень надо сказать удобно то же самое касается режима диафрагмы он мне предложил какую-то диафрагму а я вот такой хитрый могу взять и двигать ее и давайте посмотрим что же у нас будет происходить с режимой скорости 250 ну тут видите он немножко мигает ему не нравится говорит нет брат 250 слишком мало ой 500 ты с ума сошел давайте меньше 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 вот так вот но мне этого тоже мало я могу сделать меня экспозицию пределах нужно в чисел и меня все будет на мази вот такая вот крутая работа автоматики друзья очень оригинальным способом здесь выполнена зарядка перезарядка кассеты поначалу как я не пытался найти я очень долго тупил для того чтобы открыть крышку открывается она здесь довольно просто и сложно одновременно для этого нужно потянуть колесико она же выполняет роль обратной перемотки она же выполняет роль переключения таскать режима работы экспонометра хитро не правда ли вот тянем это колесико на себя продолжаем тянуть и вот он волшебный рычажок который нужно откинуть панс и задняя крышка у нас открывается в общем благодаря такой конструкции во первых очень тяжело сделать так чтобы крышка открыл самостоятельно во вторых даже если у вас какой-то найдется идиот который захочет светить амплёнку отобрав из рук фотоаппарат у него вряд ли получится это сделать он скорее разобьет фотоаппарат но крышку не откроет ура ура затвор здесь ламельного типа все довольно просто и понятно есть набор контактов для считывания до исхода самых различных марок и моделей прижимной столик большой солидный вот эти вот коды я честно не знаю для чего я думаю что более опытные товарищи подскажут мне было просто лень смотреть в википедию самое еще прикольное что есть к этой камере это сменные умные крышки почему умные здесь очень интересно работает автоматика то есть в режиме программ или профессионала камера без этой крышки на полтинник делает упор ну автомат работает таким образом что старается держать диафрагму открытой выдержки ставить умеренной то есть 125 250 если же он например вы ставите телеобъектив дата в случае там больше 50 метров 75 80 то в данном случае он старается как можно больше открывать диафрагму и ставить более длинные выдержки для того чтобы у вас получилась резкая резкая фотография случае широкоугольных объективов от 35 миллиметров и выше автомат камера старается наоборот закрывать диафрагму и ставить более длинные выдержки ну на мой взгляд это удобно вот но самое интересное в том что компаниями ноль там выпускались специальные крышки которые позволяли настраивать автомат камеры режим программ то есть самостоятельно программировать то как и какие экспопары вам нужны ладно а теперь настала пора проверить камеру в деле признаюсь честным в общем во время начала записи этого ролика у меня камера взяла и на хрен зависла точнее курок просто перестал заводиться не буду растаял лукаво я думал что все у нас пошло с вами по звезде вот но поскольку как я уже сказал опыт превращения одной камеры в дрова у меня есть поэтому я взял и посмотрел что же у нас под нижней крышкой под нижней крышкой у нас вот такая вот штука ну самое главное в общем сейчас еще покажу что мешало работе камере вот вот такая вот хрень вот такая вот маленькая хрень попала в камеру и мешала ее работе а попала она вот сюда я уже я взводил курок она вот сюда попала и что все я дозвести курок не могу а тут все хорошо в общем я такой хитрый парень взял и камеру починил единственный минус только в том что такие запчасти они без следа не появляются то есть что-то там внутри от чего-то отвалилась от чего я могу узнать только в процессе таскать эксплуатации но не суть до дела самое главное то что вы можете услышать это звук затвора есть несколько режимов еще о которых я забыл сказать то есть режим экономии батареек это собственно выключено включенный режим он или он же тихий режим почему сейчас объясню а есть у нас так переведем на какой-нибудь там выдержку чтобы можно было 250 хорошо вот перейдем на режим включим работу автофокуса он начал дребезжать наш автофокус ну теперь вы можете понять принципе почему я говорю что это автофокус полное говно так и третий режим о котором я решил сказать это вот он со звуком сейчас объясню все в принципе сами поймете в общем ну ну хоть на что-нибудь наведите о в общем это дорогие мои просто-напросто подтверждение автофокуса камера с нами разговаривать не будет ну вот такие вот они есть режима а вот вам видоискатель точнее то что вы можете увидеть внутри внутри у нас мы наблюдаем круг внутри круга еще квадрат вот эта вот штука и является областью автофокуса а также областью работы экспонометра внизу у нас имеется информация по экспопаре наша выдержка диафрагма а также режим замера в левом нижнем углу работает электронный дальномер который в режиме ручной фоксировки может нам помочь наводиться на резкость классная вещь стоит отметить что к этой камере еще дополнительно выпускаются четыре сменных матовых экрана для различного рода фотографий для макрофотографии для вот обычный такой вот экран да и что мне хочется попробовать обязательно это режим точнее экран для работы с ручным фокусом в общем там должен быть экран с клиними уже здесь вот такая вот замечательная история у меня с этой камерой минуты как вы только что могли убедиться она не только профессионально снимает но еще и профессионально ломается а самое главное восстанавливается таким ламером как я на этом у меня все снимайте на пленку снимайте хоть на что угодно и увидимся всем пока